Нарушение менструального цикла у женщин и у девушек на различных этапах возраста это одно из самых частых обращений в кабинет гинеколога. Чаще всего эти нарушения имеют либо функциональную, либо органическую причину. К органическим причинам можно отнести опухоли в различных структурах репродуктивной системы, эндокринологические нарушения. К функциональным нарушениям уже можно отнести метаболические, психологические, либо физические воздействия на различные центры репродуктивной системы. Частым следствием нарушения менструального цикла являются аномальные маточные кровотечения. Это кровотечения, которые происходят вне менструации, либо во время менструации, но более обильные, которые ведут к различным осложнениям. В диагностике нарушений менструального цикла нет какого-либо общего подхода. Все строго индивидуально. Здесь важную роль имеет грамотно собранный анамнез. Каждая девушка должна знать, что в себя включает понятие нормального менструального цикла. Это цикл, длящийся от 21 до 35 дней. Сама менструация должна длиться от 3 до 7 дней, с кровопотерей до 80 мл. Сама менструация не должна доставлять девушке или женщине какой-либо дискомфорт. Экография является очень важным в диагностике в диагностике менструации нерегулатой и сангиририлой анормальной. Экография является неинвазивой, недурировой, не имеет контрразы, все болезни, поднимаемые действия в диагностике. Продолжение следует... Продолжение следует...